Учитывая то, в каком состоянии и форме находится сейчас рынок ЖКХ, можно сказать, что управляющие компании словно сами по себе не всегда отчитываются перед гражданами, куда уходят их средства, вовремя не реагируют на жалобы жителей, да и вообще вся их деятельность часто бывает словно прикрыта завесой тайн. И вот, наконец, первые шаги по наведению порядка в сфере ЖКХ сделаны. В малом зале мэрии сегодня собрались представители общественности, управляющих компаний и власти. Главное, чтобы люди получали качественные услуги. Городские власти предложили создать совет управляющих компаний. В совет будут включены основные крупные управляющие компании ТСЖ. Дальше мы посмотрим еще, кто представитель общественности, городской администрации, городского совета. А помимо этого совета будет еще и саморегулируемый орган. Как уверяют представители власти, это улучшит и без того натянутые отношения между жителями и управляющими компаниями, так как качество обслуживания должно значительно возрасти. Не являясь членом СРО, не работаешь на этом рынке. Для жителей это гарантия, что они не окажутся обманутыми. Например, работа СРО будет пресекать появление недоброкачественных организаций с неуставным маленьким капиталом, которые могут в один прекрасный момент появиться, собрать денег с жителей и исчезнуть. Также сюда можно будет обратиться по любому вопросу, связанному со сферой ЖКХ. Но для жителей есть и не очень радостные новости. В скором времени всех ожидает увеличение тарифов на задержание жилья. В абсолютных цифрах, но это в пределах сотни рублей в месяц. По всем домам рост увеличивается. В пределах старых денег. Как уверяют представители власти, это вынужденные и обоснованные траты. Это недавно установление тарифа администрации города. Управляющие, вернее, собственники сами могут установить отличный тариф от того, что мы предлагаем. Но мы посчитали, что тот тариф, который мы предлагаем сейчас, он более-менее экономически обоснованный. И считаю, что в рамках инфляционных процессов мы этот тариф должны ежегодно рассматривать, пересматривать в меньшую, в большую сторону. Главное, чтобы все эти нововведения действительно улучшили качество обслуживания. Но в любом случае, такие меры носят лишь рекомендательный характер. Сергей Гудков и Андрей Борискин для программы Оперативный эфир.